Вы слушаете канал жааш.клаб, одноглазая африканская королева, победившая Римскую империю. Часть 2. Столкновение империй. Во времена Корнилия и после него огромная Римская империя продолжала расширяться. Этот рост мешал Августу следить за всеми уголками своего королевства одновременно, на что королева Аманирина обращала пристальное внимание. В 26 году до н.э. император Август назначил Элия Гала, еще одного римского рыцаря, следующим префектом Египта. Едва Гала сел, как император приказал ему предпринять военную экспедицию в Аравию. Три полных легиона, всего около 15 тысяч военнослужащих, были размещены в Египте для поддержания безопасности провинции, но по приказу Августа многие были переброшены в Аравию. Это дало королеве Аманирина с возможность бросить вызов могуществу Рима. Пока римские войска выводились из Египта, царица Аманирина собрала свою армию, чтобы освободить свой народ на севере от римской власти. Вместе с королем Теретикасом они командовали армией из 30 тысяч воинов Куша, марширующих по илистым отмелям Нила в Египет. Историк Кассий Дио повествует, римской истории, что миройская армия, продвинулась до города, называемого Элефантином, во главе с Кандакией, опустошая все, с чем сталкивались. Они захватили весь регион Триоконтошойнос, включая Сиену, Филею и Элефантину, площадью 500 квадратных километров. Страбон добавляет, что в этих городах Кушиты, поработили жителей и сбросили статуи Цезаря. Затем они отступили на юг с добычей, римскими пленниками и тысячами египетских пленников. В качестве последнего оскорбления они отрубили и унесли голову статуи Августа. Вернувшись домой в Меруи, королева Аммониринос взяла бронзовую голову с поразительно широко открытыми глазами из цветного стекла и похоронила ее под ступенями входа в храм, посвященный богу Аммону. Дэвид Фрэнсис, специалист по устному переводу в Британском музее, сказал в интервью Калчер 24, что, закапывая голову, миройцы гарантировали, что каждый, кто войдет в здание, будет топтать это изображение императора Августа своими ногами. Ритуально увековечивая свою победу над римлянами. Это было ежедневное напоминание королеве о том, что она одержала победу над самым могущественным мужчиной в мире. Кушицкая победа длилась недолго. Когда новости достигли Александрии, исполняющий обязанности губернатора Гай Петроний выступил с кавалерией численностью 800 человек плюс 10 тысяч римских пехотинцев. К тому времени кушицкое войско отошло к городу Псилчис. Петроний преследовал их, отправив вперед послов с требованием вернуть пленников. Но посланники были сбиты с толку. Они обнаружили, что не было лидера, который бы командовал воинами. Под этим они подразумевали отсутствие лидера мужчины. Король Теретикас внезапно умер от болезни или травмы. И они просто не могли понять, что кушитами правит одна царица. И все же у куш был лидер, и она еще не закончила сражаться. Воины-царицы, собравшиеся в Псилхиси, выступили в бой. Каждый нес большой продолговатый щит, сделанный из сырой воловьей шкуры и вооруженный множеством топоров, пиков и мечей. Они превосходили римлян почти в три раза. Но Страбон сообщил, что они были плохо выстроены и плохо вооружены, по сравнению с хорошо бронированными и хорошо обученными рядами легионеров. Римляне заставили их отступить, и многие кушитские воины бежали обратно в город или в пустыню. Некоторые воины бежали с поля битвы вброд в Нил. Они надеялись занять оборонительную позицию на небольшом острове. Но римляне использовали плоты и лодки, чтобы захватить остров и взять их в плен. На этот раз осмелившие римляне вторглись на территорию кушитов гораздо глубже, чем раньше. Петроний также захватил некоторых генералов королевы Амманиринос, которых он расспрашивал об их структуре руководства. Они сказали ему, что Кандаке была правителем в их королевстве. Но они также отвлекали его внимание рассказами о лидере мужчине. Генералы сообщили Петронию, что Акинидот, сын царицы Амманиринос, базируется в северном городе Напата, их древней столице и священном городе, в котором располагались важные храмы и королевские кладбища. Петроний не знал, что это была уловка, поскольку кушитские правители сознательно покинули Напату за сотни лет до этого. Петроний уверенно двинулся на Напату, уверенный, что победа там навсегда покорит кушитов. Он обнаружил, что принца Акинидада на самом деле там нет, а фактическая столица – Меруэ. Продолжение истории читайте на сайте jah.club